Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. В преддверии Нового года мошенники стали вести более активную деятельность. Нередко граждане сталкиваются с обманом при покупке подарков, особенно на маркетплейсах. Злоумышленники обосновались на различных торговых площадках в интернете. Встречаются инциденты, когда человек, желающий приобрести подарок на маркетплейсе, попадает на иной сайт. В итоге он переводит деньги не продавцу, а преступнику. Также зафиксированы факты мошенничества при реализации домашних животных, которые чаще дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой технике, часов и других подарков. Чтобы не лишиться финансов и не оморочить праздник, нужно придерживаться определенных правил. Каких? Узнаю у моего гостя в студии. Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Самаре Владимира Елясина. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Ну что же, а тема нашей сегодняшней программы – схема мошенничества в преддверии Нового года. Ну что же, как я уже сказала, что в преддверии Нового года мы приобретаем подарки на различных интернет-площадках. Вот подскажите, пожалуйста, можем ли мы столкнуться именно с мошенничеством и обманом в интернете, именно на маркетплейсе, где как раз приобретаются подарки, но самый главный вопрос – как же раскусить мошенника? Безусловно, мошенники давно облюбовали всеми нами также любимые торговые площадки, маркетплейсы. И для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно придерживаться определенных правил. Первое и самое главное правило – это, если вы общаетесь с человеком, так скажем, по средствам чата определенного маркетплейса, либо торговой площадки, не переходите ни в какие другие. Чаще всего злоумышленники пытаются перевести разговор в другие социальные сети, в мессенджеры различные, для того, чтобы уйти с официальной площадки. Потому что официальная площадка, как правило, проверяет всех своих продавцов. Первое. Второе – это денежные средства, которые вы отправляете на официальную площадку, они не сразу уходят к продавцу, а только после того, как доставлен товар. И после того, как вы подтвердили получение этого товара, либо официально его получили в пункте выдачи, только тогда эти деньги уходят к продавцу. Зная это, злоумышленники пытаются вывести вас с этой торговой площадки и уже посредством других мессенджеров отправляют вам различные так называемые фишинговые ссылки, по которым просят ввести данные вашей банковской карты, например, для страховки, для оплаты или для получения денежных средств. И тем самым вы сами даете доступ злоумышленникам к своим денежным средствам, к своим счетам. То есть первый звоночек, если просят уйти с официального сайта, с официальной торговой площадки в различные мессенджеры. То есть это прямо вот сразу можно четко совершенно понимать, что ты общаешься с мошенником. Что еще? Если вам выбранный товар на официальном маркетплейсе, через некоторое время в личном кабинете приходит отказ. Продавец вам пишет, что товар закончился, доставить мы не можем. Но вам предлагают альтернативную доставку, альтернативный магазин, либо, как же я уже говорил, альтернативные различные площадки, которые не являются официальными. Где вы можете купить якобы похожий товар, такого же качества. Наш же товар, да. И он будет даже со скидкой, потому что мы не платим комиссию магазина и так далее. Это тоже, так скажем... Уловка мошенников. Уловка мошенников, да. И результат, в общем-то, опять же, предсказуем. Они пытаются получить данные ваших банковских карт, ваших счетов, для того, чтобы снять оттуда денежные средства. Спасибо большое. Продолжим наш разговор. А сейчас посмотрим небольшое видео на тему. Будьте осторожны при покупках в сети. Особенно если товар предлагают значительно дешевле аналогов или с большой скидкой. За товар требуют ввести срочную предоплату. Ссылка с товаром ведет на сайт, где вас вторично просят ввести свои данные. Возможно, это фальшивый сайт, который создан для их похищения. Внешний вид сайта магазина или его адрес отличается от привычного. Это может быть сайт-подделка. Даже малейшее сомнение может спасти от потери денег. От вас просят данные ваших платежных ресурсов, карт или онлайн-кошельков. Даже если хотят начислить бонус или вернуть деньги. Не позволяйте себя обмануть. Будьте бдительны. Владимир Михайлович, вот все чаще мы слышим о такой схеме мошенничества при ДТП, где звонят и сообщают, что родственник попал в аварию. А скажите, пожалуйста, почему люди верят рыдающим мошенникам, которые по телефону представляются их родственниками? Но ведь всех же родственников узнаешь по голосу. Можете привести примеры из практики, почему же все-таки такое происходит? Здесь стоит отметить, что большинство потерпевших, которые попадаются на данную уловку мошенников, это все-таки очень пожилые граждане. И, как правило, рыдающий голос на заднем плане и слова «бабушка, помоги» Они на них оказывают некое влияние, и человек пожилой начинает теряться. Первая мысль у него, естественно, помочь своему родственнику. И это один из основных таких моментов, на которые делают акцент мошенники. Потом в разговор вступает якобы адвокат, следователь, представитель потерпевшей стороны. Там уже, так скажем, различные легенды. И под предлогом, что нужно оказать помощь потерпевшей стороне, пострадавшей стороне, либо родственникам деньги на адвоката, просят передать ту или иную сумму. Ну, естественно, они говорят, максимально возможные деньги, которые у вас есть, вы должны сейчас отдать. После этого, как правило, к потерпевшим приходит так называемый курьер, к которому они говорят, что к вам сейчас подойдет молодой человек, девушка, передайте ему эти денежные средства. Зачастую просят завернуть их в какие-то вещи, которые необходимо передать якобы внучке, дочке и так далее, сыну. И потерпевшие, так скажем, берут свои сбережения и передают человеку, который к ним приходит. Скажите, что нужно делать, если вдруг все-таки вот такая... А не будем исключать, ведь, кстати, в реальной жизни такая ситуация вполне может произойти, и сразу же никто деньги не будет требовать. Сначала будет какое-то определенное разбирательство, верно же, если эта ситуация будет на самом деле. Так вот, если произошла такая ситуация, что нужно сделать, что нужно предпринять? Ну, прежде всего, нужно прекратить разговор и перезвонить кому-то из ближайших родственников. Если вы не можете перезвонить непосредственно тому родственнику, который вам звонил, то ближайшему сыну, дочери, брату, кому угодно. Рассказать, что вот такая ситуация произошла. Рассказать о такой сложившейся ситуации, да. Узнать, есть ли у них какая-то информация по данному поводу. Попросить их связаться с теми родственниками, если это какие-то дальние родственники, может быть. Прежде всего, успокоиться и понять, что произошло на самом деле. Нужно ли звонить в полицию в этом случае? Если вы выяснили, что вам был звонок от мошенников, и никаких, так скажем, происшествий с вашими родственниками не совершалось, то, естественно, второе, что нужно сделать, это позвонить в полицию, сообщить о данном. Да, в полицию, но все-таки нужно соглашаться и продолжать вести беседу с мошенниками. А, к примеру, говорят, вот как вы сказали, что сейчас придет курьер, нужно передать деньги, вещи. Вот здесь нужно как-то сопоставлять мошенников с полицией, сообщать вот то, что сейчас ко мне придут за деньгами. Полиции, естественно, необходимо передать всю информацию, которую вам сообщили. Если сказали о том, что сейчас к вам подойдет курьер за деньгами, то, естественно, эту информацию нужно передать полицейским. Дальше уже сотрудники примут решение, как им действовать в данной ситуации. Вот, кстати, очень любопытно, а кто чаще всего становится вот такими курьерами при подобных схемах мошенничества? Это все-таки молодые люди, либо люди пожилые, работающие, безработные. Что ими движет? Ведь наверняка с ними беседовали. Что они говорят? Зачем они на это идут? Только ли нажива? Как правило, получение легких денег. Определенный процент за, так скажем, передачу этих денежных средств и дальнейшую их отправку курьер получает сразу. Но это тоже уголовное преследуемое деяние? Конечно, это соучастник в мошенничестве. Как правило, это лицо привлекается к уголовной ответственности. Не как правило, а это лицо привлекается к уголовной ответственности. Поэтому это совершение преступления. Спасибо. Есть тоже еще одно видео на тему, и предлагаю ее посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Владимир Михайлович, еще одна из популярных схем, когда жертвы уверяют, что якобы ее деньги на счете в опасности и нужно переложить их в так называемый безопасный счет или, опять же, взять кредит и переложить на безопасный счет. Скажите, пожалуйста, вот как мошенники вынуждают взять кредит по телефону? И если все-таки говорить о суммах, какие суммы чаще всего похищают? – Здесь, как правило, потерпевшим поступает звонок, в ходе которого звонивший представляется сотрудником банка, сотрудником правоохранительных органов и поясняет, что в отношении счетов потерпевшего есть какая-то подозрительная активность, кто-то пытается снять денежные средства. При этом они называют себя по фамилии, имя, отчеству, говорят, что они, например, майор полиции. – Да, они обращаются напрямую, называют имя, отчество потерпевших. Но иногда потерпевшие сами говорят свое имя, отчество. – Как вам можно обращаться к премьеру? – Да, после того, как ему звонят и говорят, здравствуйте, это из полиции, как вам можно обращаться? – Это тоже одна из уловок злоумышленников. Затем весь акцент они делают на то, что ваши деньги в опасности. Что если вы сейчас не сделаете то, что мы вам говорим, то вы лишитесь своих денежных средств. И человек, так скажем, впадает в определенное какое-то паническое состояние, и пытаясь, естественно, сохранить свои заработанные денежные средства, действует под диктовку злоумышленников. Порой даже не отдавая отчет тому, что он делает. Здесь, как правило, нет определенной категории потерпевших, как при звонок от родственника, попавшего в ДТП. Здесь мы фиксируем потерпевших и молодых, и взрослых, и сотрудники банка попадают также под влияние мошенников. И люди, как правило, совершают необдуманные поступки, и уже после того, как они успокоились, осознали, они обращаются в полицию, что вот я взял кредит и куда-то его перевел. Здесь хотелось бы еще раз всем рассказать, сказать о том, что не звонят сотрудники полиции потерпевшим, не звонят сотрудники банка, тем более ни сотрудники полиции, ни сотрудников банка никаких операций с деньгами граждан не проводят. А вы знаете, я сейчас о чем подумала? Вот мы с вами, с вашими коллегами не год и не два, и я могу, наверное, сказать, даже не три года встречаемся, разговариваем на эти темы, и все равно продолжаем в СМИ видеть периодически, что попались на уловки мошенников, перевели, там миллионы рублей люди переводят. И вы знаете, ну вот схема-то уже давняя, избитая, и профилактическая работа ведется, очень активная, я хочу сказать, всеми заинтересованными структурами, и все равно продолжает это происходить. Почему? Ну здесь, наверное, я вам, скорее всего, все-таки не отвечу на этот вопрос. Да, вы правильно сказали, и мы с вами уже неоднократно в этой студии беседовали на эту тему, и постоянно профилактическая работа ведется и со стороны правоохранительных органов, и с вашей стороны, и в интернете, и на радио, и всевозможными средствами мы пытаемся донести до людей все способы совершения мошенничества, и как не стать жертвами. Но, тем не менее, к большому нашему сожалению, мы все-таки фиксируем то, что люди переводят. Да, и, как вы уже сказали, очень большие денежные средства переводят. Так вот, в качестве примера, буквально недавно одна из жительниц города 62-го года рождения перевела более 7 миллионов рублей. Ну, наверное, поэтому мошенничество и продолжает существовать, потому что все-таки люди деньги переводят, спрос рождает предложение, как говорится, да? Да, есть и, так скажем, положительные моменты, когда вот также один из примеров жительницы нашего города позвонила и сказала, что ее пытались взять на нее, вернее, пытались ее обмануть, и она уже взяла кредит банке, но вовремя одумалась и поняла. Да, ее предупредили еще сотрудники банка, которые также, в общем-то, ведут профилактическую работу. Мы неоднократно, да, встречались и с представителями банков, да, и с ними ведем постоянный диалог, чтобы их сотрудники... То есть спросили, да, зачем вы берете кредит так срочно, на какие цели... Вы объясняли, что есть вот такие схемы мошенничества о том, чтобы они, особенно пожилым гражданам, поясняли при снятии денежных средств, при оформлении кредитов, узнавали на какие цели... Потому что в любом случае эмоциональное состояние неспокойное, да, и когда человек эмоционален, он берет тот же кредит или снимает свои деньги, поэтому, наверное, вот, да, человеческое отношение сотрудников и банков в том числе, оно вот помогает предотвратить мошенничество, да? Именно, да, это и помогает. Профилактическая работа, работа сотрудников банка, профилактическая работа сотрудников полиции, это и работа с населением, это и пласт участковых, да, уполномоченных, которые доводят это все и на встречах с гражданами, и пожилым гражданам, так скажем, адресная рассылка, да. Вот, все это, ну, помогает в определенном плане. Давайте поговорим еще о тех схемах, которые используют мошенники в социальных сетях. Какие чаще всего используют? Вот, знакомые в беде, вложитесь в наш проект, завтра получите в сто раз больше. Приглашение в кино, в театр и так далее, и тому подобное. Фантазию мошенников нужно отдать должное, работает хорошо. Хорошо. Какие основные схемы, на которые сегодня, вот как раз мы говорим о новогодних, да, предстоящих праздниках, вот именно на сегодня стоит обратить внимание? Ну, прежде всего, это взломы социальных сетей. Когда вашу страницу взломали, и от вашего имени рассылают всем вашим знакомым, так скажем, письма с просьбой одолжить денежные средства, помочь в сборе денежных средств на лечение родственников. Также многие выкладывают в своих социальных сетях фотографии своих документов, различные личные фотографии, так скажем, и получая доступ к ним, злоумышленники также пытаются выманить денежные средства за нераспространение этих сведений. Документы, которые вы разместили, так скажем, в сети интернета, и впоследствии они стали доступны третьим лицам, да, они могут быть использованы также при оформлении онлайн-кредитов, которые сейчас... Зачем? В каких ситуациях вообще нужно выкладывать фото своих документов? Ну, понятно, есть какие-то площадки, где необходимо, они официальные и государственные. Но соцсети здесь зачем это делать? Ну, здесь уже это все на совести, так скажем, обладателя данной страницы. Поэтому мы тоже не рекомендуем никогда выкладывать свои личные документы. И если вдруг кто-то или где-то их размещает, ну, какие-то анкеты, какие-то сайты устройства на работу и так далее, всегда на нем можно написать на копии своего документа образец для устройства на работу или еще что-то. Это, в свою очередь, обезопасит вас, так как, ну, так скажем, убрать эту запись, да, с вашего паспорта уже будет практически... Ну, копия вашего документа, так скажем, будет уже практически невозможно, да, а какие-либо организации, выдающие кредиты, например, онлайн, да, уже не примут данный паспорт. Спасибо. Продолжим разговор после еще одного видео на нашу тему. Продолжение следует... Владимир Михайлович, все-таки что делать и куда обращаться, если человек понял, что стал жертвой мошенников? Прежде всего порекомендовал бы обратиться в свой банк для того, чтобы заблокировать свои банковские карты, свои счета, для того, чтобы впоследствии с них также никто не мог воспользоваться вашими счетами и картами и снять с них денежные средства, также обратиться... Все-таки в банк, я прошу прощения, все-таки в банк, а ведь сейчас мы можем сделать это самостоятельно, зайдя в онлайн-банк со своего телефона. Это можно сделать в онлайн-банк, но я бы еще порекомендовал позвонить на горячую линию и объяснить ситуацию. Банки взаимодействуют между собой, взаимодействуют с сотрудниками правоохранительных органов, и здесь есть вероятность того, что банк успеет заблокировать вашу операцию, и деньги могут, так сказать, остаться на вашем счете. Поэтому звонок на горячую линию, прежде всего, объясняйте всю ситуацию, все, что у вас произошло. Если вы знаете, в какой банк вы перевели денежные средства свои, под влиянием мошенников, то не лишним будет обратиться и в тот банк, объяснить также ситуацию. Все это также у них фиксируется, и служба безопасности банка будет проводить проверку по данному факту. И если успеют, то ваши деньги, естественно, останутся у вас на счету, они будут просто заблокированы. Скажите, а вот положительный исход в таких ситуациях, о которых вы сейчас примеры привели, все-таки чаще встречаются? Да, если человек понял о том, что стал жертвой мошенников, и прошло немного времени, и мошенники не... Ну, к примеру, сколько? Час-два, сутки? Здесь все индивидуально, здесь нельзя сказать, но чем быстрее вы обратитесь, тем больше вероятность того, что денежные средства останутся у вас на счету. И, естественно, после этого сразу обращаетесь в полицию. Скажите, а как часто мошенники используют еще вот и такие схемы? Звонят поздно вечером или ночью, да, застав человека, ну, как бы, спящим. Вот еще такая уловка существует? Ну, в основном сейчас уже нет таких. В основном звонят в рабочее время для того, чтобы было более правдоподобно, потому что все понимают, что там ночью, да, банковский сектор не работает, и они не могут звонить ночью. Поэтому и злоумышленники подстраиваются. – Хорошо. Вот неоднократно видела еще на доске объявление информацию, где сотрудники полиции предупреждают о мошенничестве. Скажите, пожалуйста, какая еще работа проводится сотрудниками МВД для как раз предупреждения подобных ситуаций? – Ну, как вы правильно отметили, это размещение информационных памяток, да, на всевозможных стендах объявлений, на досках объявлений жилого сектора. Кроме этого, как я вам уже говорил, это работа участковых уполномоченных, это адресная работа с пожилыми гражданами, это работа с банковским сектором, проведение достаточно регулярной основе каких-то рабочих встреч с представителями служб безопасности. Мы им рассказываем о новых способах совершения мошенничества. Они, в свою очередь, это доводят до своих сотрудников, инструктируют о том, как нужно себя вести, когда какие-то подозрения возникают у сотрудников банка при оформлении кредитов, при снятии и закрытии счетов. То есть основное выступление радио, телевидение, интернет. — Владимир Михайлович, вы знаете, я еще хотела вас о чем спросить. Вот мы все чаще говорим о мошенничестве по телефону и в интернете, но почему-то не говорим о том, может быть, статистика низкая или так далее. Скажите, а вот сейчас ходят по квартирам, предлагая какие-то товары, или, может быть, мошенники вводят граждан в гипноз? Вообще такое вот сейчас встречается, такие заявления от граждан поступают? — Ну, по поводу гипноза это, наверное, все-таки какой-то больше стереотип. Это, наверное, все-таки, так скажем, отличная внушаемость, может быть, человека. Про гипноз я не могу сказать честно. Официально никогда это не было подтверждено, что человек был введен в гипноз. Но, тем не менее, да, есть случаи, когда, так скажем, недобросовестные продавцы определенного второсортного товара приходят, ну, в основном это, опять же, статус потерпевшего, это пожилые граждане, вот, и предлагают купить тот же чайник стоимостью там в тысячу рублей за 5-10 и так далее. Ну, здесь больше, наверное, стоит отметить о навязывании услуг и недобросовенности, так скажем, этого сетевого маркетинга, который рассчитан вот именно на посещение граждан на дому. — Хорошо. Ну и говоря о профилактике, задаю вам последний вопрос. Людям, вот особенно подрастающему поколению с активной жизненной позицией и желанием как раз противодействовать подобным преступлениям, куда обращаться? А что делать им, вот, если молодое поколение хочет помочь? — Ну, приходите, наши двери всегда открыты. Тем, кто хочет работать в полиции, всегда, пожалуйста, в ближайший отдел, отдел кадров, вам всегда подскажут, куда обратиться, что для этого нужно. Если добровольно, так скажем, на добровольной основе, да, есть у нас добровольные народные дружины в городе Самара, пожалуйста, обращайтесь туда. В общем, мы всегда рады. — Помощи со стороны. — Конечно. — Ну что же, завершая нашу беседу, давайте подведем итог к разговору. Все-таки о чем нужно стоит помнить, когда подозрительный звонок по телефону, или кто-то незнакомый звонит в дверь, или, допустим, на маркетплейсах также подозрительная какая-то операция, вот что делать с гражданом, чтобы избежать мошенничества? — Ну, прежде всего, нужно помнить о том, что вы сами даете доступ злоумышленникам к вашим деньгам, либо вы сами переводите эти деньги злоумышленникам. Ни в коем случае. Если вы видите, что что-то вас настораживает, что касается продажи на сайтах, если вы видите, что этот товар на 30-40-50% дешевле, чем у всех остальных продавцов, то здесь тоже стоит додуматься. Как мы уже с вами разговаривали, если вас пытаются вывести с официальной торговой площадки в какие-то другие мессенджеры, однозначно перестаньте разговаривать, но ищите другие, так скажем, альтернативные способы покупки. Пытайтесь убедиться в том, что данный товар есть у продавца. Попросите дополнительное фото, дополнительное видео. Задайте какие-то дополнительные вопросы о том или ином товаре. Если вам позвонили, представились с сотрудником банка, перестаньте разговаривать с этим человеком, перезвоните в свой банк. Всегда на оборотной стороне банковской карты есть телефон горячей линии, в мобильном приложении, есть телефон горячей линии. Позвоните, уточните, переспросите. После того, как вы дали доступ злоумышленникам или после того, как вы перевели свое денежное средство, то меньше вероятности того, что вы вернете свои денежные средства. Поэтому прежде чем их переводить, задумайтесь крепко. Еще раз подумайте. Ну что же, ну а, наверное, нашим уважаемым телезрителям, наверное, стоит напомнить, что распродажи перед Новым годом устраивают не только в интернете, и на известных площадках, но и также в многочисленных торговых центрах, которые есть у нас в городе. Поэтому по старинке прогуляться в торговый центр. Постоять в очереди. Да, постоять в очереди. Поговорить с людьми очень приятно. Поговорить с людьми очень приятно. Пообщаться опять же, да, и купить подарок. Так, ну а если хочется чего-то эксклюзивного, действительно, ну, обращайтесь к известным, проверенным торговым площадкам, где 100% вас не обманут. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я надеюсь, что советы моего сегодняшнего гостя были для вас исчерпывающими. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин